Гендиректор Налимарского авиаотряда Валерий Остапчук встретился с ветеранами авиаслужбы. События приурочили ко дню Воздушного флота России. Руководитель предприятия рассказал о дне сегодняшнем, о перспективах и выслушал советы бывалых авиаторов. Начал Валерий Остапчук с рассказа о выходе предприятия из ситуации 2008-2009 года, когда Налимарский авиаотряд едва не стал банкротом. В последующие годы трудовому коллективу пришлось сражаться с попыткой поглощения со стороны крупного игрока российского авиационного рынка. Авиаотряд выдержал все эти испытания и сейчас стремительно развивается. В ближайшее время будет построено здание международного сектора, таможенно по граничным переходам. Это задача федерального масштаба. Разработка нефти уходит на шельф, а для полетов в нейтральные воды нужно проходить таможню. Также вскоре авиаотряд планирует закупить новый вертолет – Еврокоптер 350. Пока один, но обновление авиапарка – насущная необходимость. И в ближайшие 3-4 года предстоит приобрести несколько восьмерок разных модификаций. Сложнее проблема с самолетами. Самолета Ан-2, к сожалению, на сегодня замены нет. Состояние наших площадок таково, что альтернативы пока нет. Хотя президент поставил задачу о том, чтобы наше конструкторское бюро сделали в конце концов какой-то самолет на замену. Ветераны предприятия, в свою очередь, уверенно заявили – за авиация и будущее, особенно в Ненинском округе, с его огромными расстояниями. А значит, следует делать авиаперевозки удобными и недорогими. В заключении встречи Валерий Остапчук поздравил бывших работников авиаотряда с наступившим праздником и заверил, что Наринмарский авиаотряд уверенно смотрит в завтрашний день. Спасибо.